Вроде бы так все нормально. Все на месте. Сейчас остановится, увидим точно. Не хотелось бы потерять турбину. Друзья, я снова всех приветствую по многочисленным просьбам подписчиков. Сегодня мы будем запускать турбореактивный двигатель на настойке боярышника. Это тот самый боярышник, который можно пить, лечиться. Надеюсь, ТРД тоже будет работать на нем. Я тут затарился небольшим количеством. Сейчас мы попробуем, ребята, на что способен ТРД, когда ему дают покушать боярышнику. Здесь около 100 пузырьков. Пузырьки очень маленькие, по 25 миллилитров. 70 процентов этанола. То есть здесь получается и водичка еще есть. Но я надеюсь, что подожжется и будет работать. Процесс пошел. 40 пузырьков это 1 литр. 2 И уже 4. Ой, 5 уже. ТРД 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 7 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 Играет музыка. Что-то пошло не так,да? Наверно,керос прокачался. Да,керос закончился. Надо остановить, посмотреть. Ничего там не сгорело. Вот так, ребята. Температура бешеная была. 700 градусов. Спирт и в Африке спирт. Но я обязан в это попробовать. Мы посмотрим. Вроде бы так все нормально. Все на месте. Сейчас остановится, увидим точно. Не хотелось бы потерять турбину. Долго останавливается. Сейчас, 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 сейчас. Ну? Да не, вижу, что все вроде бы отлично. Все отлично, ребята. Стартуем дальше. Экологически чистый запуск. Теперь точно никаких керосинов там нет. Как вы? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно, есть. Срывает. Срывает. Отказывается работать, ребята. Продолжение следует. Продолжение следует. Тяги катастрофически мало. Я не знаю, с чем это связано. Практически нет тяги на боярышнике. Я в шоке. Даже не понял, что произошло. То есть керос закончился, когда первый запуск был. Который вот именно в насосе находится. И он резко начал терять тягу. Очень мало тяги на ацетоне. Но здесь я давал 100%. Вот я вам показывал. Вот это 100% было. А тяги нет. Странно. И температура низкая. 450 примерно градусов. Ребята, я должен был это сделать. Я это сделал. Вот такой вот запуск на боярышнике. Экологически чистый, между прочим. Воды много. Ты когда запустил последний раз, там плюнул. Видишь, расход нормальный. Не успели ничего понять, а уже нет двух с половиной литров. Вот остатки. Но тут я уже по-быстрому выключил, пока не капнул насос воздуха. И плюс видно какие-то капли. По моим предположениям, спирт вообще-то должен был водяные капли растворить. Но почему-то они там плавают. А может это какие-то жирные капли от насоса, от керосина оставшиеся. Скорее всего это керосин плавает. Такие интересные дела, ребята. Но запах, конечно, офигенный. Какой-то карамельный запах стоит. Непередаваемый. Вот сейчас прогнал, пахнет боярышником. Как тебе запуск на боярышнике? Мне понравился. Пахнет вкусно? Надо же теперь прогнать его чем-нибудь, чтобы там выжечь всё. Керосином, ацетоном. Керосином, ацетоном. Ацетоном уже не хочется. Боюсь, эти насосы могут не выдержать. Сливаем остатки боярышника. Мутная жижа какая-то разделилась. Несовместимо. Зацениваем, сколько там осталось несгоревшего. Сране очень много. Вон оно, сколько возле термодатчика. Но я думаю, когда я на керосе это запущу, всё выгорит и ничего там не останется. Всё будет нормально. Лопатки, видите, какие чистые. Это просто от недостатка температуры. Стало интересно глянуть, что там с форсунками. Вроде бы всё нормально, ребята. На форсунках никак не отразилось. Так что за это беспокоиться не стоит. Ну а в сопле всё выгорит. При первом нормальном запуске там ничего не останется. Никаких нагаров. Вот и всё, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Подписывайтесь также на инстаграм. Там, ребята, очень много интересных фоток. Иногда они выходят даже раньше, чем видео. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok